Детский хирург Детский хирург Детский хирург Детский хирургу Сосудистое образование, которое встречается на коже или под кожей. Ситуация эта врожденная. Причин, почему оно развивается, нам пока неизвестны. Давайте сразу для родителей скажем, что она врожденная, да? Но очень часто мы рождаемся, этого нет. Но это появляется там буквально через месяц. Я бы сказал, мы не видим. Все равно закладка какая-то есть. Но через месяц она начинает развиваться. Более бурно. И, как правило, гемангиомы развиваются в возрасте до одного года. Может быть очень бурный рост. Может даже быть рост быстрее, чем рост ребенка. Может быть рост с ребенком. Это один вариант. Второй вариант, это когда гемангиома располагается под кожей. Родители просто ее не замечают. Затем ребенок бегал, прыгал, упал, ударился областью близкой к этому. И родители увидели синее пятнышко. Приходят к доктору, говорят, доктор, у него синяк, он две недели уже, три недели как ударился, а синяк не проходит. Давайте что-то делать. Оказывается, что это гемангиомы, которые находятся под кожей. Но, тем не менее, мы же с вами знаем, ну, с незапамятных времен, что не все гемангиомы оперировались, да? И даже когда медицинская наука пришла к выводу о том, что выжидательная тактика лучше, чем лезть со скальпелем, да? Мы все равно говорили о том, что оперируются, какие гемангиомы подлежали операции, ну, 10 лет назад. Ну, давайте даже сейчас. Сейчас тоже есть группа гемангиом, которые подлежат операции. Это, во-первых, осложненное течение гемангиом, потому что гемангиома может изъязвиться, может кровоточить. На эту язву может присоединиться инфекция, и она может воспалиться. И тогда ситуация может оказаться крайне и крайне неприятной. И те гемангиомы, которые нарушают какие-то функции, например, гемангиомы слухового прохода. Или возле глаз, или возле носа, или возле половых органов. Здесь другой вопрос, надо ли ее именно оперировать. Это уже будет зависеть от тактики, которую выберет врач, и от конкретной гемангиомы. Но лечить ее, если она возле глаза, если это то, что мы называем таким красивым термином, сложные анатомические места, лечить ее надо будет в любом случае. Смотрите, видите, как интересно, доктор уже произносит фразу. Спасибо, дружок, очень интересная вещь. Суть фразы, надо ли ее оперировать, это под вопросом. То есть, вот 5 лет назад такого вопроса не возникало. А сейчас, оказывается, можно не оперировать. А что ж такое произошло, что можно не оперировать? Что такое произошло? Мы обнаружили достаточно интересный эффект у препарата, который стандартно является сердечным препаратом, у препарата пропронолол, что он приводит к исчезновению гемангиом. Когда это было открыто? Это было буквально открыто до 10 лет назад. Смотрите, друзья мои, на самом деле это уникальная ситуация в области медицины. Я не знаю, почему до сих пор никто не дал Нобелевскую премию за это, вот честно, непонятно. Мне с каждым годом все труднее объяснить, за что дают Нобелевские премии по медицине. Всем врачам все труднее объяснить. Тем не менее, есть очевидный факт. Есть болезнь, которая беспокоит, волнует реально десятки миллионов матерей и детей. Называется гемангиома. У огромного количества людей она нуждается в операции. И вдруг выяснилось, что препарат, который известен более 50 лет, называется он пропронолол. Это сердечный препарат, которым лечат у пожилых людей, у молодых людей нарушение сердечного ритма. И вдруг выяснилось, совершенно случайно совершили открытие, что препарат пропронолол приводит к тому, что размеры гемангиом начинают стремительно уменьшаться без всяких операций. И начали 10 лет назад лечить гемангиомы не хирургическими методами, а использованием лекарства, которое называется пропронолол. Более того, идеи такие были и раньше. В 1955 году начали использовать гормоны для того, чтобы лечить гемангиомы. Но надо было использовать гормоны системно, то есть ребенок либо должен был их пить, либо колоть, и, соответственно, получали огромное количество побочных действий. Поэтому на такое лечение шли редко, а качество его было не очень высокое. То есть гемангиома не исчезала, вот так как она исчезает на пропронололе. Когда начали использовать пропронолол, тоже сначала использовали его в виде таблеток, и, соответственно, мы можем столкнуться с теми же побочными действиями, точнее, основным действием этих таблеток – это сердечные препараты. И тогда даже звучала такая фраза – нужно много мужества, чтобы быть родителями ребенка с гемангиомой. Потому что ждем до самого последнего момента, а выглядит она как минимум пугающе для родителей. И все же кругом спрашивают, что вы же делаете. Да, да. И более того, настороженность среди людей, как вот я уже говорил, звучит сосудистая опухоль. И даже люди говорят, как? У вас ребенок с опухолью? Это же опухоль. И вот здесь я хочу оговориться, что хоть и называют гемангиому иногда опухолью, она никогда не становится злокачественной. Это только доброкачественное образование. То есть бояться именно с этой позиции ее не надо. Сейчас, помимо таблеток, мы начали использовать мази, потому что в глазной практике существуют мази с этими препаратами для лечения глаукомы. Мази и капли. И мы стали применять мази для местного воздействия на гемангиому. И сейчас уже доказан прекрасный эффект от мази, прекрасный эффект от капель в виде местного применения. И сейчас мы часто назначаем при гемангиомах такие мази и получаем эффект без вторичных, без отрицательных воздействий этого препарата. То есть действительно имеет смысл ждать, что скоро семейные врачи, педиатры будут в амбулаторной практике использовать эти мази. А в нашей стране вообще есть эти мази? Они зарегистрированы? К сожалению, эти мази не зарегистрированы для лечения гемангиом. Это первый пункт. И второй пункт. Сейчас уже выпускаются специальные мази именно для гемангиом, которые имеют более высокую концентрацию. Но они пока что зарегистрированы мало в каких странах. Буквально в двух-трех странах мира они зарегистрированы. Поэтому зачастую используются мази именно глазной практики. Насчет того, что семейные врачи будут лечить гемангиомы, может, с позиции детского хирурга. Ну, я же не могу так сказать. Да-да, конечно, мы отойдем. Не ходите к нам. Не ходите к нам. Но с точки зрения здравого смысла я бы рекомендовал все-таки гемангиому раз в какой-то промежуток времени наблюдать у детского хирурга. Для чего? Для того, чтобы определить, нет ли отрицательной динамики, не ухудшается ли она, и нет ли каких-либо признаков того, что начинается изъязвление, например, то есть начинается осложненное течение гемангиомы. Потому что здесь, конечно, чем раньше мы его определим, тем проще будет ее лечить. Тем не менее, операции все-таки иногда делаются. Когда? Операции... Извините, как много гемангиом не реагирует на лечение пропронололом? Считается, что порядка 10-15% в среднем в литературе нам дают цифру, что не реагируют на лечение пропронололом. Во-первых, не реагирующие гемангиомы, быстро растущие гемангиомы, которые не имеют так называемых признаков обратного развития. Если мы начали использовать пропронолол в течение нескольких месяцев, мы используем, а гемангиома все еще растет быстро. Если она имеет такую достаточно упругую консистенцию, в англоязычной литературе такие гемангиомы иногда называют клубничатые гемангиомы, сравнивая их с клубничкой на коже. Вот эти гемангиомы рекомендуется удалять. Конечно же, играет роль и родительский запрос, несмотря на то, что мы пытаемся всегда переубедить родителей, но здесь может играть роль, например, какой фактор. Ребенку надо идти в садик, надо идти в школу, а у него гемангиома на лице, на открытых участках, на травмируемых участках гемангиомы, например, даже без всяких признаков воспаления или изъязвления, но гемангиома на запястье, где она будет травмироваться рубашкой, гемангиома на шее. Иногда целесообразно ее удалить, именно для того, чтобы избежать риск травмы и затем кровотечения. Да, друзья мои, вопросы есть? Отлично. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли что-то общее между родимым пятном и гемангиомой? Потому что у нас врачи какое-то время не могли определиться, что это есть. Ну, начнем с того, что родимое пятно – это очень общее название. Есть действительно такое состояние, которое называется сосудистое пятно, иногда даже так поэтически называют винное пятно. Это тоже изменение сосудов, это тоже нарушение сосудов, и они очень похожи на гемангиому. К сожалению, когда речь идет о сосудистом пятне, оно, как правило, значительно больше по площади, чем любая из гемангиом, и оно не исчезает, оно остается. Спасибо, Дубка. Скажите, пожалуйста, у нас у старшенького была гемангиома, но она пропала сама, не мазали ничем. Она может возобновиться? Нет, возобновиться она не может, она пропала сама, это основной посыл, с которого мы, в общем-то, и начали. И 80% гемангиом исчезнут самостоятельно. Это нормально. Вы не особенные. Вам просто повезло, что вы ничего не успели с ней сделать. Да, замечательно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли делать вакцинацию в случае гемангиома? Да, да, и еще раз да. Это очень важный вопрос. Видимо, это обусловлено таким пугающим видом, ну, это ж опухоль, есть опухоль, боятся все, боятся родители, боятся педиатры, но гемангиома никогда не являлась противопоказанием к прививкам. Любые прививки можно делать ребенку с гемангиомой. Я подтверждаю, пожалуйста, друзья мои, если доктор сказал, что вам не надо делать прививки, или надо воздержаться, или сначала прооперировать, или подождем, пока она исчезнет, это не доктор, который оберегает и защищает вашего ребенка, это доктор, который оставляет вашего ребенка беззащитным по отношению к куче опаснейших инфекций. Договорились? Спасибо, Дмитрий. Спасибо за информацию. Встретимся обязательно. Вопросов про хирурги у нас еще превеликое множество. А теперь, друзья, пришло время нашей любимой рубрики «Детский вопрос». Итак, слушаем. Здравствуйте, доктор. Папа говорит, что на ночь кушать нельзя. А что делать, если так хочется? Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал. Здравомыслящие родителями. Продолжение следует. Продолжение следует...